Уважаемый Олег Николаевич, приятная церемония у нас закончена, я думаю, и приятный будет разговор у нас сегодня. Я очень внимательно наблюдал за вашей работой в Беларуси. Правильно вы сделали, что остановились на востоке Беларуси, побывали на Могилевшине, тем более там люди вам знакомые. А вашему президенту, президенту России, я сказал, ладно, забрал, так забрал нашего человека, но мы и там что-нибудь придумаем в Приморье. Он говорит, я очень буду рад. И он меня уже дважды проглашал в этом году побывать на востоке России, обязательно во Владивостоке, на остров Русский. Многое там было сделано в последнее время, и действительно Владивосток получил новое дыхание, есть перспектива развития. Что касается нас, я знаю, вы привели переговоры, вы побывали еще, побудете на наших предприятиях, продукцию, которую мы выпускаем, она вам интересна. Вы должны знать, что закрытых тем никогда не было, с Россией, а с вами тем более. Все, что мы можем для вас сделать, несмотря на расстояние, расстояния не так важны в наше время. Хотя я всегда думаю, поближе бы вы были к нам здесь, в Беларуси, мы больше могли сделать и для России, и для Беларуси. Но вы должны знать, что мы откликнемся на любую просьбу. Если уж мы до Сахалина добрались и смогли там реализовать проект, которым и руководство России гордится. И я вам тогда еще говорил, где бы вы ни работали, важно очень создать какой-то объект, примером который должен быть. Это маяк, в этом направлении надо двигаться. Если вы определились уже в Приморье и видите нашу там роль, будьте уверены, что мы готовы свою роль сыграть и там. Мы готовы не только поставлять сельхозтехнику, продукцию машиностроения, белазы, мазы, автобусы для перевозки людей, электрический транспорт. У нас очень хорошие наработки, можете посмотреть. Мы готовы откровенно и честно участвовать в любом конкурсе для поставок этой техники вам. Мы готовы создавать совместное предприятие. Мы готовы вам оказать любую поддержку и помощь, в том числе в развитии аграрного комплекса. Я думаю и по жизни он вам хорошо знаком, особенно перерабатывающая сфера. Вы знаете наши возможности, поэтому вы на нас можете рассчитывать. Мы будем для вас там надежными друзьями, партнерами. Еще раз подчеркиваю, знаете, что в Беларуси у вас всегда надежные друзья. И мы в любой момент готовы поставить плечо вам там, на том краю Нашинской земли, имя которой Владивосток и Приморья. Спасибо. Спасибо.